Один в поле не воин. Тот случай, когда результаты можно добиться только сообщан. 21 апреля в Подмосковье пройдет региональный субботник. В Шелковском районе на уборку территории выйдут во всех поселениях. Подготовка к мероприятию идет полным ходом. В день акций для участников будут работать центры выдачи инвентаря и пункты питания. По всем согласованным территориям назначены ответственные лица. Общая продолжительность субботника у нас будет составлять порядка трех часов. Особое внимание рекомендую обратить на дымовые территории. Водителям управляющих компаний мы разослали письма. Наша задача создать все условия, чтобы люди вышли и навели порядок у своих домов в общественных местах. Прошу подключить к этой работе управляющие компании. Они должны быть готовы выделить мусор, мишки для мусора, инвентарь. Обращая особо внимание на необходимость по завершению субботника в свое время вывезти собранный мусор, убрать спильные деревья. Прошлый субботник, который состоялся 14 апреля, показал, жителей, желающих сражаться за чистоту и порядок, было не так много. Тем не менее, общими усилиями удалось вывезти порядка 110 тонн мусора. Организаторы надеются, что сознательных и неравнодушных людей в этот раз будет больше. И это касается не только самой уборки, но и сохранения последствий коллективного труда. Также глава района предложил провести еще несколько субботников в мае и июне. Коллеги, я предлагаю в планы внести еще два субботника, майские и июньские. Подваг на каждой. И мы должны за это время выпилить и вывезти весь сухостой ГП Щелкова. А главу у себя, пожалуйста, планируйте. В мае и июнь мы должны к концу июня, мы увидим, где будут пробиваться веточки, где живые деревья, где как бы умершие. И исходя из этого должны провести работу. Весь сухостой выпилить и вывезти. Однако наступление весны – подходящий период не только для уборки территории. Именно с началом тепла обостряется вопрос пала, сухой травы. Особенно часто хулиганы поджигают поля в Жигалово и Серково. Особенно внимательными необходимо быть жителям частного сектора. Они жгут на участках старые ветки. Я бы попросил бы, вот там, где были палы, эти адреса точные дать, Евгений Николаевич, соответственно, Ирина Витальевна должна определить собственников земли, арендаторов этой земли. И, соответственно, мы должны их вызвать и строго с них спросить за то, что они должным образом контролируют ситуацию на своих земельных участках. Приближается, пожалуй, главный для всей страны праздник – День Победы. Традиционно приводятся в порядок памятники. Алексей Валов напомнил, важно, чтобы к сохранению памятного наследия привлекались и учащиеся школ. Необходимо закрепить за ними шество над мемориалами. Также на совещании обсудили прием заявок на соискание премии губернатора региона «Наше Подмосковье». Щелковский район занимает третье место по количеству поданных заявок. Направлено 84 проекта, в реализации которых задействованы 220 человек. Наиболее активно в премии принимают участие жители Медвежьих озер, Анискина и Фрянова. Придеть участие может любой неравнодушный и активный житель, который уже реализует социально важный проект. Прием заявок продолжится до 31 мая.